Приветствую вас. Начнем мы, пожалуй, с самой последней вашей фразы, где вы пишете о том, что уже ничего не понимаете. Вы знаете, вот эта фраза, она является проявлением беспомощности какой-то, потерянности, растерянности. Вот. То есть такое впечатление, что вы пытались понять, хотели понять, но у вас не вышло по какой-то причине. Эта фраза означает, что вы много об этом думаете. Эта фраза означает, что вы переживаете из-за этого, что вы тратите много эмоций, очевидно, на обдумывание этой ситуации, которая сложилась у вас. Если честно, если честно, то разбор вашей истории я начал бы именно с этого. Вот, если честно. То есть я начал бы именно вот с того, да, чтобы определить, а почему вы уже ничего не знаете, уже ничего не понимаете. То есть такое ощущение, что вы себя измучили, да, вот измученность чувствуется. Вот. Но с чем она связана? Измученность, естественно. Как так получилось, что она произошла с вами? Вот. В какой момент вы почувствовали себя, скажем так, жертвой в этих отношениях? С какого момента вы почувствовали, что ситуация выходит из-под контроля, допустим? Дальше. Значит. Вы пишите, что общаетесь с мужчиной уже два месяца, только переписываемся и созваниваемся. А по поводу чего вы переписываетесь и созваниваетесь? То есть, ну вот человек вас нашёл, да? А вот человек начал с вами общаться. Но объединяет вас что? Какие у вас общие взгляды, общие, может быть, ну, общие, может быть, цели, общие стремления? Есть ли у вас это вообще? Вот. Есть ли у вас это вообще? Может быть, у вас этого нет вообще? Дальше. Дальше. Вы пишите о том, что, как значит, он к вам, ну, хотел в гости. Прийти. Мужчина. Ну, опять же. Я не могу сказать, насколько это плохо, что он вот хотел прийти к вам в гости. Не могу сказать, насколько это плохо. Потому что я не знаю контекста ваших отношений. То есть, у меня нет понимания того, в какой контексте у вас складываются отношения с мужчиной. У меня нет вот этого вот понимания того, что между вами позволено, да, а чего не позволено. То есть, что вы позволяете, что можно, например, мужчине делать по отношению, допустим, к вам, да, а чего нельзя. Вот у меня нет такой информации, у меня нет этого понятия, нет этого понимания. Вот. И поэтому, собственно говоря, и возникает сложность. Но, попробую донести до вас одну мысль. Дело не совсем в том, где он хочет с вами, с вами встречаться. Где он хочет с вами взаимодействовать. Дело не совсем в этом. Дело, скорее, в том, где вы сами хотите с ним взаимодействовать. То есть, нет ничего страшного, если он придет к вам в гости. И, безусловно, нет ничего страшного, если он даже начнет к вам приставать и намекать на секс. Вы понимаете? То есть, в самом по себе этом факте, как таковом, страшного нет ничего. Если только, если только, если только, вы не чувствуете себя неуверенно. Понимаете? То есть, если вы, если вы чувствуете себя неуверенно. То есть, например, не чувствуете в себе, допустим, силы. Ну, допустим. Да, не чувствуете в себе силу. Мужчине, например, отказать. В сексе, да, сказать нет ему, например. Вот это другой вопрос. Понимаете? Это другой вопрос. Это уже вопрос про то, насколько вы знаете свои границы и границы других людей. Это вопрос о том, насколько вы в себе уверены. И нет ли у вас с этим проблем с уверенностью. Может быть, вы будете думать о себе хуже. В случае, если вот, мужчине действительно нужен секс. От вас. Только. Но, опять же, это не ваше ответство. Но, может быть. Может быть. Может быть. Вы боитесь. Может быть, вы боитесь. Того, что... Это для вас будет означать. То есть, ну, например, если вот вы узнаете, допустим, да, допустим, вы узнаете, что мужчине от вас нужен только секс. Да? Вот. Допустим. Допустим. Что это будет значить? Значит. Для вас. Лично для вас. Что это будет значить? Это будет значить, что вы опять одна. Наверное. Это будет значить, что вы опять не сможете, там, вблизиться, например, с мужчиной. Да? Наверное. Это может означать еще что-нибудь для вас. Опять-таки. Так вот. Давайте подумаем, подумаем. Чего, чего же конкретно? Вы опасаетесь? Или боитесь? Или не желаете для себя? Ооо. Ну, давайте подумаем. На эту тему. Как бы, не будем избегать ее. Потому что, ну, ведь это проблема. Правильно. Проблема. Проблема нужно решать? Да. Проблема нужно решать. Вот. Давайте мы с вами и подумаем. Подумаем. Как бы мы могли эту проблему решить. Вот. А не могло, например, быть такого, что мужчина по ряду причин вообразил, что вы можете дать ему только секс. дать. Ну, вот. Просто по какой-то причине. Одному ему и верный. И одному ему понятно. Может такое быть? Вполне. Такое может быть вполне. Ну, так. Давайте. Давайте посмотрим. Значит. Давайте посмотрим. Как обстоят дела у вас в данном аспекте. В данном аспекте. Разберемся. С этим. Вот. И, может быть, тогда вам будет легче. Может быть, тогда вам будет проще. Может быть, тогда будет мой все лучше. Понимаете, в чем проблема. Что конкретно мучает вас. Вот что важно. Понимаете? То есть важно не то, что мужчина делает. И не то, чего он хочет. А важно то, того, как вы реагируете на это. Понятно? Понимаете, о чем идет. Я надеюсь. Вот. Поэтому, поэтому, ваши чувства и нуждаются как раз таки в самом прицельном здесь анализе. Да? Понятно. Почему? Мы уже на этот вопрос ответили. Да, давайте не будем как бы повторяться. Хочет мужчина, допустим, прийти к вам домой. Хочет прийти. Пусть приходит. Если хочет. А вы ему легко дадите от вас поворот. В случае, если он сделает что-то, чего вы не хотите. Конечно, это потребует от вас определенных усилий. Возможно, это потребует от вас определенной работы. Возможно. Но это будет правильно. Это будет более конструктивно. чем то, что вы делаете сейчас. Потому что, мы же не знаем. Может быть, у мужчины действительно какие-то сложности. Может быть, ему действительно некогда выбираться на нейтральную территорию. А может только вечером. Может быть, он действительно разводится с женой. Мы этого не знаем. Но, согласитесь. Все можно проверить. При желании. Верно? Верно. Вот так вот. И давайте проверим. Заберемся в сил и проверим. А еще заодно проверим, что вам нужно от человека. Заодно проверим, что вы хотите от человека. от мужчины. Что он значит для вас? Лично, лично для вас. Что он значит? Что вам нужно от него? Или, может быть, вопрос лучше поставить так. Чего вы ожидали, ожидаете от него? Вот. А как складывается ваша личная жизнь? Ну, вообще, просто в отрыве. От. Этой ситуации. Как складывается ваша личная жизнь? Хорошо ли? Плохо ли? Есть там какие-то проблемы у вас в личной жизни? Нет проблем? Нет. Хотя об этом тоже подумаем. Разберемся. Поисследуем. Поисследуем. Поизучаем. Посмотрим. Знаете? Я бы рекомендовал вам еще, помимо всего прочего, посмотреть на свою интуицию. То есть, вот, серьезно. Что вам говорит ваша интуиция? Что-то она говорит вам, что мужчина честен? Или нет? Прислушайтесь к своей интуиции. Прислушайтесь к сердцу. Что она говорит? И, попробуйте действовать в этом направлении. Плохого? Ничего не будет. Именно плохого. Если не будете себе вредить, то нет ничего зазорного и страшного в том, чтобы следовать своему сердцу, если только вы не будете себе вредить. То есть, кажется вам, например, что этот мужчина, он действительно к вам искренне относится. Но то есть, действительно, у вас может что-то получиться. Хорошо. Хорошо. Хочется прийти в гости, пусть приходит, установите четкие границы, не позволяйте ему за это выходить. И себе за них выходить не позволяйте. Это уже. И все. Если все будет в порядке. Ладно. Какая история. Другое дело, если вы одна. Другое дело, если у вас нет больше мужчин. Другое дело, если этот мужчина, вот этот вот, про которого вы пишете, если он, значит, значит, знает, что он один. Что он один у вас только. Что никого больше нет, кроме него. Он знает, что вы никуда не денетесь, что вы его, и принесите ему, ему, и, как бы, может он с вами делать, если хочет. Это проблема. Потому что мужчина, особенно на такой стадии, да, вот, он должен все-таки чувствовать, конкуренцию, он должен все-таки чувствовать, не чувствовать, точнее, себя в безопасности. По поводу вас. Ну, по поводу своего положения. По отношению к вам. Вот. Он не должен чувствовать себя в безопасности. Вот. Если чувствует, если чувствует, значит, нужно подкорректировать вам свое поведение. Вот. Нужно, ну, что-то нужно сделать. Вот. Что-то такое, вот, корректирующее необходимо сделать. Вот так. Если у вас слишком много желаний, связанных с человеком, а? Если вы слишком много хотите. Ну, это тоже вопрос вопрос к вам. А почему собственно вы так много хотите от него? А если он не сможет этого дать? А если у него другие взгляды на то, как, например, ну, допустим, как нужно это давать? Что тогда? да. Тогда он уже получается, что, не нужен? Или или тогда он не угоден? Или как? Размышляйте над всем этим. А почему вы не зашлись тогда, когда, вот, ну, были в университете? очевидно, что-то вас в нем оттолкнуло. Очевидно, что-то вас в нем напрягло. напрягло. Очевидно, что-то вам в нем не понравилось. Очевидно. Так, что? Это никуда не делать. Никуда не ушло. но человек, он как бы тот же, он тот же, он остался тем же, скорее всего. Понимаете? И проблемы, проблемы, которые у вас могли быть, да? Они вполне могли перекочевать и в него настоящего. Понимаете? И история, история, она на самом деле в том, готовы ли вы принять человек? Полностью. И хотите ли вы полностью сделать его счастливым? Какое у вас к нему отношение, например? Ну, тоже вот, как вариант, такого, эти, контролирующего вопроса. Вот, обо всем этом я рекомендую вам подумать. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова